Добрый вечер. Эльфдор. Я почему-то хотела говорить сегодня по Найбрите. Но я всё написал по-русски. Так что буду разговаривать по-русски. И Соня будет меня переведать. Извините. 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 Окей. Добрый вечер всем ещё раз. Добрый вечер всем ещё раз. Вы знаете, что завтра начинается травма. День. Знаете, да? Знаете, да? Девятый август. Есть много разных историй про этот день. Есть много много ципоров на сегодняшний день. Много рассказывают... В еврейской традиции появилось совершенно много рассказов на тему девятого августа. В массовой августе есть много ципоров на сегодняшний день. Очень много. Что в этот день открыли гетто там, запустили концлагерь здесь. Там что-то происходило в истории евреев во время крестовых проходит. Очень много разных историй. Мы не знаем правильных или нет. Мы знаем только одно. Мы знаем только одно. Что девятого августа был разрушен первый август. И второй август. И это нам известно «даподлина». То есть это исторический факт. Зот «уведа историй». И об этом даже упомянут в Библии. И я надобал о себе каком-кетубе. Как минимум «а первом храме» тоже. «Лефухот» – «Альбеда Меда Шриша». И сегодня я хотел поговорить об одном из аспектов этого дня. И сегодня я хочу поговорить об одном из аспектов этого дня. И назвал я своими руками так. И я кричал ее так. 9-го августа. 9-го августа. Знаете, где это? Из Захарии. И на этом это? Давайте прочитаем место. Я прочитаю его в русском. Я прочитаю его в русском. Захария. Захария. Парк… Почему я не могу говорить об этом? Я не знаю. Захария в 7. Захария. Седмина голова. Я не могу сказать. А, ты знаешь. Я не знаю. Седмина голова. Я не знаю. Парк 7. Парк 11-14. В 4-м году царя дайя. 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 В 5-м году царя дайя. В 5-м году царя дайя. и у пророков говорят как я это делал уже много лет когда я сделал это, какома сене в пятом месяце это не за ав потому что в время отчета еврейского бендера мы сан-изан, мы это знаем, как раз в сентябре а совсем не сентябре и было ко мне слово Господа Савау в четвертости скажи всему народу зимунисии и священникам так и лакуоним леймор когда вы посетились и плакали в пятом месяце и седьмом месяце притом уже 70 лет для меня ли вы посетились для меня ли и когда вы едите и когда пьете не для себя ли вы едите не для себя ли вы пьете не едите ли не те же слова которые провозбошал Господь через прежних пророков когда еще Иерусалим был на синод и покоян в Иерусалим и когда вокруг него и когда вокруг него и южная страна и неге и швела и не изменилось были за зелены и как было слово Господь и Захарь так говорил тогда Господь цвот коэмар произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брат у своему но они не хотели внимать отверстились от меня и ушли и уши свои отяготили чтобы не слышать и сердце свое окаменили чтобы не слышать и слух мишмо от Тора и от от Дברים ошер шерах Иерусалим которые посылал Господь цвот в Духом Святых через прежних пророков ошер шерах Иерусалим и шерах Иерусалим так и они взывали а я не слушал говорит Господь цвот и кэшэр кэра и лошэм и крэоу и лошэм и крэоу я разверил их по всем народам которых они не знали и земляц и я пустила пустиних так что никто не ходил по ней взад и вперед и они сделаны обожделенную страну пустинью я специально прочитал почти всю главу потому что если мы севами говорим именно о Девятом Агле то мы должны понимать почему они вообще спрашивали про пост и плач в этот день нужно понимать почему они ищут и говорили о ПЦОМ кстати они здесь спрашивают не только про Девятом Абле но я говорю что Девятом Абле говорим о семью месяц то есть на месяц Абле то есть о Траурах о которых мы отмечаем 9-го числа жем в Абле и также о Ям Кипор и также о Ям Кипор когда весь народ постил сей плакал что Для того, чтобы Бог не покарал священника, который входит в святые святых. Потому что именно в этот день священник входил туда, в святые святых. Потому что в этот день священник входил в святых святых, чтобы открепить ковчег заведом, кровью, вагнадцам. Чтобы сделать дам... Леотиз. Леотиз – это дам осе на курган. И попросить у Бога прощения всех грехов. И тогда красное место на него сбилось. И теперь до дам его налево. Оз es запросить уralава полос了. И при всем неpas ли в Селqueеве о33 из замерзии во princesам. И все народы побocolate wusили, что ковчег off, он заканчивал. Всем ам знали, что сочинник был в шлахе и работал visa. Всем ам знали, что с чеготает их снова потеряли. И очень хорошо было но незнаком rehú в нев sogject святых. То есть, вы понимаете, было его труп вытаскали от зверевых котлов? Он не должен взять хабр, чтобы уйти от него, от него. И я думаю, что это не просто так. Было? В общем, что это не было сейчас. Потому что были случаи. Какие были случаи? Так вот, они спрашивают, плакать или не плакать? А вы спрашиваете, для кого вы это делаете? Для себя. А почему он это говорит? Почему он это говорит? Потому что они пришли и плакали этот день перед Богом. Не потому что Бог их предупреждал, что это все закончится. Потому что храм разрушился. И он спрашивает их, вы по какому поводу плачете? Вы спрашиваете, что вы плакали? Вы плакали на храме? Просто доме, который был создан человеком в моем славе? Или может быть вам стоило плакать за то, что ваши предки не выполняли то, что я говорил не однократно? И он говорит, что не случилось 9 авгу, нужно помнить, потому что 70 лет назад, но тогда, по тем временам. Нужно плачать о том, что ваши отцы были непослушными мне. И тогда будет понятно, тогда будет понятно, что он плачет ему неф. А про пост, который он здесь говорит, можно обратиться к 58 главе Исайя. Я не могу, не защитывать вам домашние задачи. Там написано, вот пост, который я исправил, там не написано, что нужно мигушить или нефить. Там точно написано, что мы не должны делать в нашей жизни, что вода должна. Вы знаете, уникальная вещь, кстати, то, что я сейчас рассказываю, это не христианское изобретение. Это абсолютно таламудическое толкование этого языка. То есть пришли родины, мудрецы, того времени. То есть, пришли у хрэшамин, рабо. Очлили эту глобу. Кверли эту главу. И объяснили ее. И объяснили ее. Чтобы хватит рэдак по поводу разрушенного здания. Потому что факт, после того, как этот храм был разрушен, в течение года он был остановлен, но и так, надо, как они говорят, нужно о грехах, которые были совершены в этом. И не повторять. Но удивительно. Что евреи до сих пор плачут и постятся о храме и обознании и совсем не рассказываются за грехи обзор. Более того, они продолжают грешить теми же грехами и сегодня. В нашей жизни мы очень часто плачем каких-то случившихся событий. «Ой, мне случилось то-то потому что я сделал то-то». Мы очень часто плачем, потому что я сделал то-то. Но вы знаете, так должно быть. Но так не происходит. И так это не происходит. Мы плачем потому что что-то произошло. Но совсем не потому что у этого есть причина. Мы не задумываемся причина. Мы не думаем о причинах. В нашей жизни многое происходит потому в нашей жизни многое происходит потому что мы даем место дьявол. что мы просто попадаем под проклятия. И вот это уже христианское изобретение. И это уже христианское изобретение. Что нет никаких проклятий. Что нет никаких проклятий. Что нет никаких проклятий. Что нет. Есть. Есть. И еще как? Я сейчас поговорю. И сейчас я говорю. Я хочу вернуться с вами в одно событие. который происходил совсем недавно. Есть новости. Не смотрю в меня. Телевизор не работает. Это новости. Она работает только на пословленной. Она работает только на пословленной. Но тем не менее была одна история. Но это была одна история. который говорил весь Израиль. Даже если вы не смотрите телевизор. Но хотя бы раз сутки заглядывайте в фейсбук. Но хотя бы раз сутки заглядывайте в фейсбук. Вы видели историю абсолютно на пословленной. Вернее. Вернее. Вы слышите или вы знаете об истории? Это о 12. Но не апостолах и не коленных Израилах. Но не из родителей Израиля. 12. Вернее. 12. Они были. которые были на Кипре. арестованы за изнасилование британских туристов. И нацелуал оонест саярет британских. Удивительно. Устанавливает. Но. Вы знаете, я в первых диму без огня не бывает. Но вы знаете, нет Ашан, нет Ашан, нет Ашан. Ашан, нет Ашан. Ашан, нет Ашан. Их отпустим. Вернее. И я уверен, что я в помощи Масад. И я не уверен, что везет Ашан. Ну то есть там кто-то договорился. Их неудивительно. Но дело даже не в этом. Но это не в порядке. Я хочу просто спросить у вас. Как у христиан. В то время мемнии. Когда вы отправляете своих детей за границу? Вы же не разговариваете с ними, как тетя Соня, которая проводила своего мальчика, Варкин. Вы не говорите, как тетя Соня, которая приведет от ребенка, которая приведет от ребенка. И говорила ему сомочка. И сказала ему сомочка. И сказала ему сомочка. Я тебе умоляю. Я предлагаю тебя. Пожалуйста. Пожалуйста. Неси шарфик. Сим цаиф. И не вызовем и собакну. И, пожалуйста, компания. Вам говорит мама. И он говорит мама. Я буду служить на блаботь на благо, itary варки какой ехрен. Я не заявил Fuller на благо, такeration. Он говорит сомочка. Он говорит сомочка. Он говорит сомочка. Что начинает предложить соб especulatorio. Мы не встречаем кого-то и на земле Qui Pell nécessaire. Он не зависит odd. Нев robot пакуш. И не weirdest estado довольная смотрите сoma. Мы продолжаем их, мы просим их Невыпадать в блуд Невыпадать в блуд Невыпадать в блуд Неврывать Невстревать в драки Некритиковать их президента Только нашу И не забудьте пакуш Но вы знаете, в последнее время все поменялось Родители приходят и спрашивают меня Я работаю в суперфаунд, вы знаете У меня говорит, я буду на границу Он говорит, я буду на границу И список мне показывает, ему нужна От загора От того, от сего Крем, для бритья, после бритья Крем, после бритья Брит, в бритнаде Гилуах, сакин гилуах Я спрашиваю, сколько им улет? И я спрашиваю, в каком? 17, 18 17, 18 И так далее То есть для нормального светского человека Это нормальный пункт списки для ребенка Отправа им его заграницы А у меня вопрос возникает То есть ты отправляешь своего ребенка То есть ты спрашиваешь своего ребенка Заниматься сексом Что каем в ханце мин С женщины Которого он даже не знает Шеофью, он не знал Которого он даже может быть никогда больше не встретит Шеофью, она может быть ее профессия Заниматься сексом Ты же евреи Ты же читаешь притчи То есть как Новый Завет ты не читаешь твои короли Ты читаешь аили, а может ты не читаешь Брит Ходящая Мишлей Ам, шлей притч Ты читаешь эквезиаста Ты читаешь Коэлет И там написано Не приближайся к чужой женщине Потому что просто в происходе Ноги они уходят Там трупы живут Они уходят дома Короче Да? Это гаеном А, ки реглея гаеном Есть там Маши твухот Коэр реглея Я говорю И ты просто спокойно говоришь Ладно, ты идти Только не забудь одеть И ты просто спрашиваешь Кен, лейх Ам, а ты шкаф И потом спрашиваешь Как же они попали В тюрьму На Кипре В тюрьму И задают в фейсбуке Вопрос Знаете кому? Раву Иццак Как его там зовут Иццак Иццак Посмотри, говорит Как нужно работать За три часа Тוך שלוש шоот Британская студентка Студентит бритик Обратила к Вери 12 подростков Со всеми есенью Потому что вдруг Кипит ом Эти ребята Британская студентка В Кипра Horn С menstruды Могут на менешечку Разазаззлиц It could be Могут Разаззлиц Искорителей Разаззляц Это невероятно Потому что ты не представляешь себе Ты не представишь себя Когда ты сидишь здесь в Израиль Чтобы ты сидишь в Израиль А там твои дети в тюрьме Веладим слив leurs В бицах Это изнасилование В стране, в которой это можно сделать в жизни. Я говорю, конечно, не понимаю. Я не понимаю вообще почему такое может произойти. Но в этом и отличие между нами, людьми верующими и людьми не верующими. Для человека верующего есть граница. Но все начинается с нас. Когда они вырастут, даже если у них было что-то сады туристские или не было сады туристские, но еще раз говорю, дима визагне не бывает. Они будут защищать о многих вещах в своей жизни. В том числе и об этом. И вы знаете кого они обвиняют? Своих родителей. Почему вы меня не научили, не остановили, не оставили? Почему вы не знали, не остановили, не оставили? И вы знаете, евреи которые пришли плакать к Богу тогда. И вы знаете, евреи которые пришли к Богу, они не знали к Богу. Они не знали к Богу. Они не знали к Богу. Они пришли к Богу. Он говорит, ну ты же к Богу? Ты же что допускаешь? Они пришли к Богу. Они пришли к Богу. Это из-за тебя разрушил сихра. А он говорит, что ты не знал. Он говорит, что ты не знал. Он говорит, что ты не знал. Не просто знал. Не знал. Я это сделал. Я сделал это. Почему? Потому что ваши родители. Нагрешили так. И вас научили грешить так. И вы научили грешить так. Пока вас просто не вымело все это паганное бетлое. Вы ничего не поняли. Прошло 70 лет. Вы все еще ничего не поняли. И сегодня продолжается то же самое. Пройдет еще 70 лет. И они опять ничего не поняли. Вы знаете, псалом 144, еще я вновь вам не знал. Таэлин какой? 140-45. Бет-1445. Поехали. 144 слово он в порядке про боговаязненность. Вы знаете, про боговаязненность боб к говорит очень много. Ирад-голов. 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 Про боговаязненность боб к говорит очень много. Что такое богобоязненность? Вот, многое об этом уже говорилось, но я сейчас никому ничего нового не открою. Богобоязненность? Это не страх воюющая с меня, молния. Это когда я боюсь испортить отношения с кем. Сейчас с испоком. Это когда я боюсь испортить отношения с кем. И я буду делать все. Чтобы уйти отношения с кем. Это называется Ира. Это называется Ира. И вот он евреев. Как мы видим из этого отрывка из Захарии. Как мы видим из этого отрывка из Захарии. Этого почетка не его, нет вообще. Они ему не боятся. Они же так знают, что бог есть. Как будто его нет. Как будто его нет. Прошло несколько лет. После того, как было написано первое, прошло около 500 лет. И я не думаю, что это изменилось. Вы чувствуете что-то что-то изменилось? Нет. То есть нет. Но. Знаете, люди все-таки есть слово научиться. Пусть на своих ошибках. Пусть иногда научиться. Вы понимаете, что люди не могут учиться, но они учиться. Но они учиться. Все равно. Как вы хотите разведать урок? Есть уроки. Есть уроки. 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 Так вот. Уроки. 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 Они учились. Уроки. И все равно продолжали вне му? Но я не смогу уехать. Бог сделал совершенно другую. Она не могла разрушить. Он сделал совсем другую. Он не смогu разрушить себя. Он ответил в бит-а-мин-та. Он просто преррустрирует. Он естественно не понимал. Но чтобы вам было понятно. Я буду вдохновать. Пока мы с ним разговарили. Да. Он разговаривал и пропавшался. Он сказал, что было комфортное. Он продолжал делать Турция. Он делал этот тарелиш. Гусейн, это дабавра. Аникниму, Господь. Вымцовоким, Аллоим. Аникниму, Аникниму, Гасподь. Вымцовоким, шоу, Бодонай. Четыре стилет. 400 שנа. 400 שנа. Просто говорит, не слышу. Они взывают, они не слышу. 70 лет в ангибилонии нехватили. 70 שנа в Меллоуси. Будет 400 лет на 6 земля. Появляется Иоанн Криститин. Иоанн Криститин. Вы знаете? Израильский народ удивительным образом. Иоанн Криститин. Вы знаете, им израиль, в форме феноменали. Муфлая. Просто умеет униухать пророка за сотни километров. Иоанн Криститин. Иоанн Криститин. Так было с Иоанн Криститин. Иоанн Криститин. Иоанн Криститин. Они так, видимо, это проявляли внешне. Иоанн Криститин. Иоанн Криститин. Они тоже пришли туда. Но им-то, чего казалось? Но они тоже туда пришли. Это заразное дело, нюхать пророков. Пришел пророк. Понятно, что мы не разделились, это как нормально. Из-за главного еврея, когда есть два еврея, есть три расходства мнения. Одни говорили хорошо, что он так говорит. Другие говорили не хорошо, что он так говорит. Третьи были практичными евреями. Были круто, что нам это делать. Он говорит, покайтесь, вот вода. Они пошли, покайтесь, все. Они же знали, что все пророки говорят о Мессии. 40 лет молчания. И вдруг приходит пророк и говорит, идет за мной тот, который был прежде меня. Они говорят, тих, тих, тих. И вдруг, 400 лет, и вдруг, 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 вдруг. Приходит Иисус. И они опять в Кунини раздельлись. И они говорят, нет, это он. Они говорят, нет, это он. И они говорят, нет, это он. И еще тогда у нас 12 человек спрашивает, что делать надо? И еще 12 человек, которые они говорили, что ты делаешь? Он, понятно, всем отвечает одно и то же потому, что он не меняется. Это по-имограмм это предложение? Вы служили своим, вы강ит 11 дней на этой женщине. И умер на крестке. И умер на крестке. Беля у всех наших грехов. Бешей, бешей. Бешей, бешей. Моих. Бела же, как вы, Беля на крестке. Вместе, знаете, у каждого греха, есть грех. И есть последствия. Называется проклятие. И вот он берет грехи и проклятие, и идет совсем на крест. И все наши проклятия, и все наши грехи, и все наши болезни, он собирает с собой. Мы, приходим в этот мир, принимаем Христа Господом. Мы, конечно, не понимаем, что это грех. Но иногда бывает, что понимаем, что это грех. Но иногда бывает, что понимаем, что это грех. А что значит грех, будучи верующий? Это очень просто. Это очень просто. Скажем, там крест, а тут я, я бегущий, я решил погрешить. Значит я иду к кресту, нахожу там грех, это проклятие, снимаю его оттуда, одеваю его на себя. То есть Бог-то заранее, когда мы говорим, что грешник все туда уже отнес, повесил, вот там пусть висит, это же не ваше. Помните, как написано? Рукописная, написано, протифаз, в плотью своей, помните, да? А мы идем снимаем вешаем на себя. И вот эта одежда, в наших верхних местах, и мы можем снимаем это за нашим. В его голове, она притягивает его оттуда, она поможет нам как крестная дрявка бака. Как бед-едом, что поможет шор. Или как гниль, вот запах гниль, и притягивает павел шикф и крест. Вы представляете себе, вот так притягивает, и он приходит и делает с нами все что хочет, потому что мы ему показали знак, мы твои. Он делает это не потому что мы сказали ему, знаешь, что приги ко мне в жизни, сделай мне болезнь, не проклятие. Он приходит потому что он хочет делать то, что он хочет. И потом написано в Писании, что всякая тварь, стена и мучится, не по воле своей, а по воле покрившего. Но просто не надо было звать. Иисус уже все за твоим. Вот в этом у нас проблема и одно из главных противостояния между нами верующими в Иисуса Христа. Это одна из главных противостояния между нами, в Иисус Христа. И Иисус современного Иисуса. И Иисус в Иоаннах. И мы, и они, знают, что придет Мессия. Разница только в том, есть два отличия. Одно, одно случай так. Мы знаем, что он уже пришел и все совершил. И в следующий раз он придет только забрать своих, чтобы царствовать. Вечно. А они говорят, что он только придет, чтобы сделать все. Это первое отличие. Второе отличие. Мы говорим, что он придет в любом случае. В общем, поэтому мы говорим, что все только в том случае. avorно, что для всех Иисуса Христа. Он придет в любом случае. А они говорят, он придет только в том случае. Если весь Израиль, где всех Иисус Христа, В 접 struck в Бога. Поэтому когда мы приходим, мы говорим, мы евреи верующие ресурсы и весмос, мы говорим, что мы не voting, что мы верующие, мы не отвечаем, потому что мы верующие. Мы говорят, что мы оживим, потому что мы электроники эти 1988 года. Поэтому мы подходим кTheij. Так вот, когда мы носим на себе все вот это вот, будучи верующими, то есть все грехи и проклятии, которые мы сами же пошли и сняли с креста. Я верю, что еще пока туда их не повесят. Мы остановимся сейчас в этот мир. Начинаем любить этот мир. Мы начинаем любить этот мир. Мы начинаем комфортно. Мы начинаем комфортно. И дьявол, дьявол на себе все что хочет. И со временем мы забываем кто наш Небесный Отец. Мы забываем что тот кто в нас больше того кто в мире. Мы забываем что кто в нас больше того кто в мире. Потому что мы знаем что он есть. Мы забываем кто он. Мы забываем кто он. Когда это произошло? Что это уже произошло? Много лет назад. В Демском саду. В Генеден. Пришел дьявол. И сказал. И сказал. И сказал. Если вы скушите. Если вы скушите. То будете как Бог. То будете как Бог. Минут. Рега. Мы уже как. Но мы как. Как уже как. Что вы будете? Мы созданы по образу и подобию. В Отец. В Отец. Он сказал. Нет. Он говорит. Вы будете такие как он толькоец вискушит. Вы總у. Как Donald его Runner. Он сказал. Он нам дал поверить. Что наши проблемы. Что produces. В икон части. Эна. Чем Бог. Им даже. Чем Бог. В этомkom Royal. Мы показываем Богу свои проблемы. Мы говорим к Богу свои проблемы. И мы говорим, Господь, у нас проблема. А Бог говорит, перестаньте показывать мне свои проблемы, я их так знаю. Потому что я, есть начало и конец. Я все от права знаю. Вы покажите свои проблемы у меня, говорит Бог. Я это больше чем проблема. Проблемы существуют внутри этого умера, который я создавал. Гоиот, которые находятся в мире, которые я создавал. И они тяжело сделать. Потому что, знаете, когда человек смотрит вниз, с ним бесполезно говорить о красоте звезд, потому что он не может посмотреть наверх. А мы сами повесили на себя все это, что снялось с Христами. Мы делаем вот так. И хотим увидеть звезды. И хотим увидеть звезды. Но только в лужу. И то это будет отражение. И это будет отражение. А отражение не естественно. Потому что будет такое отражение, мы знаем. И его зовут Сатана. Он когда-то был отражением. Разве может лужа вместить всю... Но почему мы верим, что это лужа, который все отражает? И как мы верим, что все отражения, что все отражения, что есть, есть бух. И это не так. Но это не так. Но это не так. Мы можем сбросить с себя этот объект от человека. Подняться, расправиться. Посмотреть туда. Вы знаете, во многих протестантских церквях по поводу служения и освобождения. Слышали про такое служение? Я верю в это служение. Я занимаюсь этим служением. Есть, опять же, границы. Есть места, где дьявол отправляют обратно в преисподь. Есть места, где он исчезает там. Попросите, он вообще нет отражения. Но он не может быть там. Он был совсем другим местом. Он начал приехать из места. Гражданство было такой, как он наш. Было у него такой узорчат, как мы. Он хотел его оставить в Северной Денье. Он хотел его попасть в Казани. Но он был не сприсподь. У нас нет никакой классы на дне, вообще, если что. И нет никакой силы на дне. Он не видит нас. Он не видит его прозрачным. Он вообще не... ну вы думаете, что у нас дьявол, у нас боится? Нет. Мы для него пишем. Но кого он да боится? Он боится от того, под чью крепкую руку мы смираемся. И когда мы смираемся под крепкую руку Божью, и противостоим дьяволу, тогда он двигает от нас. Не потому что мы такие крутые. Потому что рука Божья на нас. Потому что он прекрасно знает, что все закончится. Так вот, когда мы с вами, начинаем вспоминать какие-то события из своей жизни. Мы начинаем вспоминать какие-то события из своей жизни. Трагедии. Трагедии. Не знаю там. Все что угодно. Все плохое, что можно сказать. Мы идем к кресту и снимаем все это вешем на себя. Он просто добровольно, молча пошел на крест со всем этим и сказал, «Познайте меня и будете свободны». А мы идем на то, что все снимаем и говорят, «Нет, это же моё». Помните, как «Свайк под Малинус»? Он подходит на этот самый сменок, «Да, тут это мой гардеробш». А мы считаем, что у нас был мой гардеробш. Мы считаем, что у нас был мой гардеробш. Это же моё. Мы не можем без него. Мы не можем без него. Вы не понимаете? Вы не понимаете? Вы не понимаете? Мы не понимаете, что почему мы объединяемся вокруг проблем. Мы, дни человек, мы вместе с общей проблем. Объединитесь вокруг решения. Решение — это кровь Иисуса. Другого решения нет. И мы почему-то сами пытаемся что-то сделать, мы пытаемся сами, чтобы совершить какие-то вещи, решить какие-то проблемы, и мы не узнаем, что не получается, мы разочаровываемся, зелимся, на блогах, прием на тренинг, знаете, сколько с ним отношения мы с ним? Второй книг, а то есть, как его façon тебя опускают, я подумал, как его мужчина Ahora что, ты вы решили? Мне бы вы решили, как бы вам положить это, это ты что-то сейчас, здесь что-то сделали так вот это, здесь как взялись, там здесь что-то сделали так вот это, здесь что-то решилиusc, уже отличаешься это так вот, Я verlож Dag 1, след 1, позже 1, позже 1, позже 2 Civilpt家 обязательно 3��, пожалуйста, более 3 highlighted 3, как таков myślę что я начинаю понимать, что да – иeriallen это действительно И начинайте отметить что это правда. Храм разрушен. Может, Бит Меддъх нехрав. Потому что кто-то сделал что-то неправильно. Или делал это на протяжении времени. Или делал это в порядке времени. И на самом деле, мы не садимся грехами совсем. И в общем, мы идем с грехами. Вроде от грехов ты избегал все же. И в общем, мы не садимся с грехами. Но проклятем у нас 10. Вы же не сняли оттуда. Мы сняли оттуда. Мы с гордостью. И мы с гордостью, в кавычках. И мы думаем, что кто-то, или мы садимся. Он может нам помочь. Он может нам помочь. Но нет. Никто не может нам помочь. Только Иисус. Иисус, который добровольный, проявил к нам милост. Бехаздо. Милост. Это незаслуженное, сверхъестественное вмешательство Бога в наши дела, чтобы явить благодать. Хесед. Он не может нам помочь. И Иисус. Все уже совершил. Вот это нужно помнить каждому верующему. Он не совершит, когда придет. Потому что евреи до сих пор думают, что Он придет и совершит. Он уже все совершил. Он служил нам воплоти. Он умер ради нас на кресте. Он очистил нас в своем крови. Он умер ради нас на кресте. И на этом его деятельность не закончилась. Он по сей день. Он по сей день. По сегодняшний день. А, и до сегодняшнего дня. Хадатайствует за каждого из нас перед Престолом Гугадат. Он угрен на нас? И удивляется. Зачем ему нужно было? Умирать и брать наши проклятия? Если мы каждый раз опять идем к Христу, снимаем их обдулдивающим на себя. Нельзя этого делать. Откройте, пожалуйста, послание к евреям. Прямо с первой глобой. Мемаш, מהפרק הלשון. Прямо с первой стихой. Мемаш, מהפסוק הלשון. Есть? Ре... Пасוק הלשון? Пасוק הלשון. Есть. Бух многократна и многократна, и многократна, говоривши, издревле Отцам, Пророк. Имея. Хочу обратить ваши мнימения. Книга Захари. Захария была написана за 500 лет до пришествия Иисуса Христа. Книга евреям была написана плюс-минус через 70, может быть, 80 лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. Это одно из последних посланий. Это первая главная группа первой п GDP. То есть, эта книга фактически закончилась. В следующей книге какая? Вот опять będziemy. Там разговарよね. Там... Разглазка. Техлит. Техлит. ОК, дальше поехали. Давайте. Суб 2. Добавил нам в сине, которого поставил наследникам всему, через которого и веки саппарин. Диберлим в последние дни, въеда бен, ошер сам леореш, кол, и въедав, гам, са шамам муар. Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и держав все словом силы свои, совершив собою очищение грехов наших, во села десноя престола виридженова зате. Он зоор, Квадо, уцел им отцмотав, он носил кол и дворов, раб огговора. Улакам, шеаса тиур хатаим, ישав леонина гедула в руми. Будучи в руми. Будучи столько премасхотни ангелос, сколько сильнейший перед ним на следов его имя. И бакаму, как дай из ангелов сказал Бог. Ты сын мой. Я ми не родил тебя. И еще. Я буду ему отцом, он будет мне сына. Я хочу напомнить вам. Иван Герет Матфея. Из всего великого поручения. Никола... Никола, я пошликута Гдулла. Никола, я пошликута Гдулла. Из всего великого поручения. Всем больше всего нравится ныне я с вами до скончания века Амин. А, у кого мы говорим, они отцом, 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 Амин. Но как бы там есть предварительные условия. Мы должны что-то сделать для этого. И вот здесь автор этого послания. И вот здесь есть автор этого послания. Амин. Амин. Он как раз делает то, что Иисус его просил. Он делает именно то, что Иисус его просил. Он рассказывает благую вести. Он собирает эту бесстуру. Амин. Так вот. На самом деле здесь... Я не буду дочитать, я чувствую, что тяжело уже воспринимать. Дочитайте до 12 стиха. И там идёт речь запекания. И там идёт речь о запекание. И там идёт речь о запеканиях. Многое место. Таилет. У каждого из нас есть свои тайные комнаты. У каждого из нас есть свои тайные комнаты. Я говорю, в сердце. Я люблю их. Там хранятся всякие гадости из прошлого. Там есть все праздники. Ненависть. Непрощение. Завесть. И прочие всякие дьяволские оружия или зацепки против нас. И это мешает нам быть чистыми. И это мешает нам быть чистыми. Чистыми в гожественных ран. Теории, как коколи. И вот здесь в послании к евреям. И вот здесь в послании к евреям. Бог говорит. Я исполню свою битву. Я... Я... Я говорю, Я говорю, Убилю вас как вовну и как снег. Я... Убилю? Я обид. А, я обид. Я обид. Я обид. Только послушайтесь. Я обид. Я обид. Я обид. И не смотреть на то, что висит на кресте, а смотреть на Иисуса, как на живого Бога, который все это за нас совершил, вместо нас, и больше не хочет, чтобы мы туда возвращались. Крест для нас, та самая граница, который разделяет нас и мир, и чтобы вкушать блага земли, мы должны просто послужить Богу, покориться под Его крепкую руку, потому что без этого невозможно противостоять дьяволу. Он будет приходить и мучить нас, поэтому нужно покориться под крепкую руку Божию, и хранить свое сердце в чистоте, если мы вдруг увидели что-то, что мешает нам, быть в мире, мы должны немедленно прийти и исповедовать этот грех. Потому что единственное, что мешает человеку быть в мире сгоном, это грех, который мешает наших в мире, потому что приходит дьявол и говорит, ты не такой как он, а Бог говорит, я уподобил тебя своему сыну. Он уподобил тебя своему сыну. Потому что истинна, это Иисус. Это Иисус. То, что говорит дьявол, это правда. Но это не истинна. Но это не истинна. Но это не истинна. И эту истинну мы должны ему показать. И мы должны ему показать. Истинна заключается вот почему. Римлян, пятая глава. Ромейн, или Ромейн. 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 Пятая глава. Парк 5. С первого по шестой стих. Пасук 1-6. Ромейн, пятая глава. 1-6. Итак, оправдавшись... Слушайте внимательно. Итак, оправдавшись веры, мы имеем мир с Богом через Господь нашего Иисуса Христа. 1-6. 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 2-6. 1-6. 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 И здесь написано, мы должны хвалиться славой Божьей. И написано, если не только сил хвалиться, но и скарби они с вами. Это когда мы страдаем от чего-то. Потому что как в скарби написано, приходит терпение. Как третий стих. И от терпения, опытность, и от опытности, надежды. А дальше слушайте, вот говорят, «Нашлоти надежды». Аегур нагуг. Потому что написано, «Надежда не постежа». Дальше написано, «Потому что любовь Божья излила сердце нашим Духом Святым, дам нам нам». Дальше я буду говорить, «Низ Библии». На самом деле. Вот эта вот любовь Божья. И вы это уже слышали много раз. Но она проявилась на нас и для нас. Чтобы мы больше никогда. Кדי שלולם. Не искали. Не забыть. Причины. Сибы. Расстраиваться. Летахзеб. Как за чего он у вас. Легцев. Хабить в проклятие. Лехать в кололах. Потому что Бог, он не нужно нам ничего доказать. Он уже все доказал 2000 лет назад. Потому что в шестом стихе написано. И в Христос. Когда мы еще были демошны, в определенной окреме он умер за нечестивых. То есть когда мы были нечестивыми, он уже умер. Чтобы мы просто сказали, «Я не хочу больше быть нечестивым». Повесить это на крест, ты стали чистыми его забор. И еще раз говорю, что у нас у каждого есть что покориться. Потому что нет человека, который был в Безгрика. Нет такого. То есть есть один. Его зовут Иисус. Он в плоти. от десной вовы не писал. Именю сэр. Именно сэр. Других таких нет. Мы все хотим быть такими. Мы хотим быть такими. Но для этого нужно покориться. Но нужно привести к этому всём. Каждый день. Потому что каждый день мы решим. Это не мое изображение. Так говорит Писание. Потому что у нас у всех есть соблазны этого мира, объединиться вокруг проблем, но мы здесь с вами сегодня, чтобы объединиться вокруг решения. Я хочу, чтобы кровь Иисуса была прочувствована каждым из нас изнутри, снаружи, чтобы она просто отделила нас от всего мирского, что есть в этом мире, и приблизила нас к нашему Господу, который проявил нам такой мир, и я призываю сейчас, у каждого, у нас есть какая-то в души, и это то, что мешает нам приобрести с Богом. Вы можете, в смелости своей, в стадии, выйти суда, я могу аллюзовать. Если у вас не хватает смелости, тоже нормально. Если у вас не хватает смелости, я не могу видеть это. Бог видит ваше сердце. Просто склоните голову там, где вы есть. И верой, примите, что вы верой оправданы, и имеете невозможно. Попросите Бога просто убрать все эти скелеты, которые остались, чтобы вы сможете. И это будет ваше девятое яму. И это будет ваше девятое яму. Когда вы будете плакать уже в мечте, или так, о своих грехах, что больше не было. Сейчас мы добавляем еще раз вailing. Спасибо! Вдох!